Четыре года назад мы построили вот этот стадион специально для того, чтобы наши ребята играли на этом стадионе, чтобы вы приезжали, чтобы молодое поколение показывало красивый комбинационный футбол, как вчера показала сборная России. Накануне сборная России в своем стартовом матче на Евро-2012 уверенно обыграла Чехов со счетом 4-1. Возможно, среди ребят, соревновавшихся на школьники, будущие Дзагоевы, Аршавины, Акинфеевы. И думаю, что вот эти вот программы, если мы продолжим то, что стремление есть сегодня в городе, по труду, синтетику сделать на юге, посмотреть, как там дренаж исправить, все сделать. Я думаю, у нас в городе перспективы большие. Тем более традиции, которые были в Фарнином, заложены тренерами Вахмяковым, да, они не умерли. Они просто переживают этап определенных становлений, возврата хотя бы к старому и движения вперед. Здесь очень важно. Не первый год в нашем городе проходит финальный этап областных соревнований «Кожаный мяч». Турнир за это время успел многим полюбиться. Гости из других городов с большим желанием едут в Полевской. Можно смело говорить о том, что уровень ребят растет с каждым годом. Юные футболисты показывают хорошую технику. Новая волна какая-то, любовь к футболу, но связана с успехом и сборной. И связано, наверное, то, что мы, ну, наконец-то, слава богу, что начали обращать внимание на молодое поколение. И больше, больше всего внимания мы уделяем. Но думаю, что здесь еще работы много, потому что хотелось, чтобы ребята больше занимались активными видами спорта. Футболом, там, волейболом, баскетболом. И приходили в спорт. Потому что в определенных 90-х годах мы многое потеряли. А сегодня здесь полная география. И когда вот выходишь даже, ребята, ну, младший возраст, просто душа радуется. Не зря мы это строили, не зря мы это делали. И не зря работаем для того, чтобы вот больше ребят занималось, их не горели глаза спортом. Условия здесь, в принципе, нормальные, поле хорошее. Сегодня еще, тем более, погода благоприятствует для приведения. Поэтому все мальчики, все довольны, все желают, с большим желанием, огромным. И каждый хочет победить, конечно, естественно. 11 команд были разбиты на три группы. Изюминку соревнованиям придавал тот факт, что за команду из Талицы играли 4 девчонки. Которые, кстати сказать, не портили общую картину. Перед началом турнира давать прогнозы мало кто решался. Но многие сходились во мнении, что помимо хозяев за место в лидирующей тройке обязательно должны биться ребята из Нижнего Тагила. В итоге полевская команда «Юность», которой в соперники по группе угодили Арамиль, Екатеринбург и Талица, уверенно расправлялась с противниками и заслуженно заняла первое место на турнире. Получив тем самым путевку на первенство Урала-Приволжского федерального округа, которое пройдет в Челябинске 16 по 23 июня. Второе место заняла Каменск-Уральская удача. Третьей стала мечта из Нижнего Тагила.